Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумерталской администрации прошло очередное заседание Совета городского округа с участием депутатов Крултая, Сергея Афонина и Хайдара Гайсина. Подробнее расскажет корреспондент Айгуль Мухамедшина. 30 августа состояло 45-е заседание Совета городского округа. В работе приняли участие депутаты Госсобрания Крултая Республики Сергей Афонин и Хайдар Гайсин. Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня депутаты и приглашенные заслушали программу развития городского округа. С программой ознакомил глава администрации Олег Фролов. В документе представлены планы по созданию благоприятной среды и комфортных условий проживания в Кумертал. Это и развитие производства, благоустройство дворов, создание туристического кластера, строительство и реконструкция различных объектов. Прошло немного времени с моего назначения. За этот период сформировалось понимание того, куда необходимо двигаться, какие вопросы и проблемы необходимо решать в первую очередь, на что направлять наши совместные усилия. Эти направления в основном сформированы из вопросов общения с жителями города, граждан, общения в социальных сетях, из системы инцидент, личного приема граждан, а также личных сообществ в социальных сетях. Все эти вопросы повторяются. Целью работы управленческой команды города Кумертау было и остается повышение качества жизни горожан, жителей города, развитие города с непростой экономической и рядом социальных проблем. Было отмечено, что при реализации программы будет обращено внимание на качество проводимых работ. Всем нам хочется жить в красивом, уютном городе, поэтому зеленые насаждения, скверы, фонтаны, поддержание чистоты и порядка в нашем городе будут являться нашей постоянной заботой. И я хочу подчеркнуть, что буду требовать системной работы в этих направлениях. Системной и качественной работы. На рассмотрение депутатов было вынесено 10 вопросов. В основном они касаются внесения изменений в структуры и состав совета и администрации. Так, вакантные мандаты выбывших депутатов двух комиссий переданы зарегистрированным кандидатам из имеющегося списка. Решениями территориальной избирательной комиссии городского округа города Кумертау от 19 августа 2019 года вакантные мандаты депутатов Совета городского округа города Кумертау Республики Башкортостан 4-го созыва были переданы зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов, выданных местным полицоветом местного отделения города Кумертау, Всероссийской политической партии «Единая Россия» Гашникову Дмитрию Сергеевичу и Гупаловой Ольге Викторовне. Также во исполнение поручения временно исполняющего обязанности главы Республики Радия Хабирова в муниципалитетах вводится должность заместителя главы администрации по вопросам развития предпринимательства. Депутаты единогласным решением утвердили проект о внесении изменений в структуру администрации. Последующим двум вопросам выступил директор управления образования Николай Черепанов. Он представил информацию о ходе ремонтных работ в образовательных учреждениях городского округа и их готовности к новому учебному году. На сегодняшний день в системе образования функционирует 12 общеобразовательных организаций, 16 учреждений дошкольного образования, 3 организации дополнительного образования. Всего 31 одно учреждение. Зданий образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, нет. В целях проведения проверки готовности образовательных учреждений города Кумертау администрации ежегодно формируется межведомственная комиссия. При подготовке образовательных организаций к новому учебному году выполняется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций, санитарных норм и правил требований к состоянию защищенности образовательных организаций от угроз криминального характера и террористических угроз. Что касается защиты от террористических угроз, по представленной информации в школах и детских садах обеспечены контрольно-пропускной режим, установлены системы оповещения и тревожные кнопки. В учреждениях проводятся тренировки. За отчетный период во всех образовательных учреждениях прошли тренировки по темам с соответствующими вводными. Экстренная эвакуация учащихся, преподавателей, технического персонала из помещения образовательных организаций в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. Действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при обнаружении подозрительного предмета в здании школы. Действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при получении анонимного звонка о заложенной бомбе. действия руководителя школы, сотрудников и учащихся при аварии на железной дороге и движении облака с отравляющими веществами в сторону школы. Предложенные проекты решения депутатами приняты. В завершении сессии были озвучены уточнения по кадрам. Так, на должность заместителя главы администрации по вопросам предпринимательства назначен Константин Кашников. В своем выступлении депутат Госсобрания Королл-Тай Республики Сергей Афонин высоко оценил представленную главой администрации программу развития и обратился к руководителям организации более активно включиться в обсуждение документа и ее реализации. Айгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Кумертаусцы торжественно отметили начало реконструкции стадиона «Шахтер». От переизбытка эмоций на этом мероприятии в пляс пустился даже экскаватор. Нашей съемочной группе также передалась часть царящего там позитива, которым они щедро поделились в своем репортаже. Не просто обновление, а реконструкция. Именно это ожидает стадион «Шахтер» в ближайшее время. Старейший спортивный объект города несколько лет находился в аварийном состоянии. И в минувшую субботу начались работы по капитальной перестройке стадиона. Задач перед строителями много. Это реконструкция трибун, замена систем пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и освещения, а также работы по созданию поля с искусственным покрытием. В скором времени у кумертаусцев появится возможность заниматься спортом в комфортных условиях на современном стадионе. Сегодня при содействии ради Фарид Чахабирова и активном непосредственном участии Бориса Владимировича стало возможным осуществить полную реконструкцию и модернизацию стадиона силами строительной компании ООО «Капиталстрой». Хочется пожелать строителям успешного выполнения работ в установленные сроки с хорошим качеством для общего блага жителей и гостей нашего города. Стадион «Шахтер» для кумертаусцев не просто спортивный объект. В течение десятилетий здесь проходили как соревнования, так и масштабные городские мероприятия и праздники. Как и любая стройка, началась реконструкция закладки первого камня. Символично, что в церемонии поучаствовали люди, чьи имена неразрывно связаны с развитием кумертау. Сергей Афонин, Борис Беляев и Олег Фролов оставили свои отпечатки на первом камне обновляющегося стадиона. Новый «Шахтер» станет очередным объектом в списке больших спортивных проектов кумертау. Комплекс юбилейный, ледовый дворец и вот теперь стадион, чью реконструкцию планируется завершить уже в октябре 2020 года. Все это позволит вывести уровень спорта в городе на новую ступень. Сроки, конечно же, у нас очень короткие. В течение полутора лет мы должны завершить этот огромный объем работ по реконструкции и в 2020 году сдать его в эксплуатацию. Уверен, что на следующий год мы также его откроем, этот стадион, и жители города, и спортсмены города получат хороший спортивный объект для того, чтобы заниматься физическим спортом. Из этого объекта, о котором мы сейчас говорим и при котором присутствовали при закладке, город чувствовал себя, я не побоюсь этого слова, ущербным. Это центральное место, где не только люди будут оздоравливаться, но это и для развлекательных мероприятий, где люди могут проводить праздники, где проводить такие мощные мероприятия, как День авиации и так далее. Поэтому, я еще раз говорю, его крайне не хватало. Мы не должны подвести руководство республики и должны вовремя сдать, а для этого нужно работать не только подрядчику. В первую очередь, конечно, нужно работать городу и вместе с ним сдать в те сроки, которые, в общем, сегодня говорилось. Павел Игошин, Амир Кидрасов, телекомпания «Арис». На минувшей неделе депутат Государственного собрания Курута и Республики Башкортостан Сергей Афонин провел прием граждан по личным вопросам. Жители Кумертау обратились к народному избраннику с разными проблемами. Кто-то с личной, кто-то с глобальной. В основном обращения касались благоустройства дворов, графика ремонта подъездов по региональной программе, начисления платежей за коммунальные услуги. Сергей Афонин внимательно выслушал каждого, кто пришел на прием. Горожанам даны разъяснения, часть вопросов взята на контроль для уточнения. В многофункциональном центре города Кумертау расширился перечень предоставляемых услуг. Подробности вы узнаете из сюжета наших корреспондентов. В многофункциональном центре Кумертау ежегодно расширяется перечень предоставляемых услуг. Так, если на момент открытия филиала в 2015 году гражданам предоставляло всего 70 видов услуг, то в текущем году эта цифра выросла до 300. Наиболее такие востребованные новые услуги. Первое, это с 4 июля у нас реализована услуга выдачи загранпаспортов на 10 лет. В рамках данной услуги специалист МВД каждую среду с 9 до 5 приходит к нам и занимается оформлением данной услуги. И еще одна у нас услуга внедрена с 22 августа. Реализован пилотный проект электронной услуги в МФЦ. Реализован он на базе двух операционных залов города Уфы, филиала в городе Ишимбай и вот в нашем филиале. Смысл в чем данные услуги? То, что заявители, те, кто не может, например, сам оформить услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг, могут подойти к нам и наши девочки проведут консультирование заявителей в оформлении данных услуг. Если у заявителя отсутствует подтвержденная учетная запись на портале, он может получить доступ тоже у нас в орговой МФЦ. Переход государства на использование цифровых технологий предполагает адаптацию и подготовленность как граждан-заявителей, так и сторону, предоставляющей услуги. Сотрудники МФЦ помогают горожанам, которые по тем или иным причинам не могут использовать возможности цифры для получения государственных и муниципальных услуг. Пришлось документы получать на пресс-своение ветерана. Отказали, но девчонки оперативно свою работу выполняют, делают, ответственно относятся. Пришли оформлять детское пособие, ну как многодетная семья, ну обслуживание все нормально, понравилось. Пришли сразу, девушки подошли, все подсказали, помогли, талончик там выдали, то есть никаких вопросов нет, претензий нет. А такая структура как МФЦ нашему городу нужна? Ну я думаю, что да, лучше в одном месте все это делать, чем бегать где-то по разным местам, справки какие-то собирать, там что-то. Лучше в одном месте все пришел, сделал. В рамках реализации муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в филиале ведется прием документов по утвержденным программным видам финансовой поддержки. ИП и юрлицы могут у нас сделать цифровые подписи для бухгалтеров, для руководителей своих, так как многие сейчас используют госуслугами программы, а там возможность зарегистрировать ИП и юридическое лицо. Для этого им понадобится как раз цифровая подпись, которую они могут спокойно оформить через нас. По ряду услуг, таких как справка о размере пенсии, штрафы ГИБДД, льготы по транспортному налогу, заявители могут получить помощь оператора одномоментно. Причем среднее время ожидания в очереди к специалисту составляет 3 минуты, а среднее время оказания услуги – 18 минут. Облик филиала многофункционального центра в Кумертау заметно преобразился. Как и другие филиалы России, он перешел на единый фирменный стиль «Мои документы». Это бренд, разработанный для МФЦ Министерством экономического развития Российской Федерации. Все сделано для удобства и комфорта посетителей. Елена Камалова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». На минувшей неделе Центральная городская библиотека начала работать после капитального ремонта. В торжественном мероприятии, по данному случаю, приняли участие ценители литературы, писатели, а также почетные гости. Центральная библиотека является ровесницей города Кумертау. 30 августа учреждение культуры отметило свое второе рождение. В этот день библиотека открыла свои двери перед читателями после капитального ремонта. На торжественном мероприятии, по данному случаю, приняли участие ценители литературы, писатели, а также почетные гости. В их числе депутат Госсобрания и Курултай Республики Сергей Афонин, председатель Совета городского округа Олег Астахов. Приглашенным на праздник представили видеоролик об истории библиотеки. Так, из небольшого учреждения она стала солидным культурно-информационным центром. Здесь организованы клубы по интересам, студии танца и театр миниатюр, проводятся обучающие курсы, творческие вечера, тематические встречи, лекции и семинары. Мы много лет шли к этому событию, к обновлению Центральной городской библиотеки. Мы ездили по городам России, побывали в Москве, и в Финляндии, и в разных наших городах. И очень хотели, чтобы библиотека наша соответствовала всем современным требованиям. Конечно, мы сделали все возможное из того, сколько нам финансовых средств выделили, и в основном добились того, чего хотели. Фонд библиотеки составляет 92 тысячи экземпляров книг, 260 наименований газет и журналов. В год Центр посещает более 10 тысяч человек, и каждому здесь готовы оказать должное внимание и необходимую информационно-консультационную помощь. Гости пожелали библиотеке и дальнейшего развития. Вы не стоите на месте, вы развиваетесь, интересные формы, вы присоединяете библиотечные дела, это очень интересно и хорошо. Дай Бог вам всем здоровья и дальнейшего развития. 2000-й год, когда библиотека переехала именно в это здание, хорошо помнит ныне депутат Госсобрания Курултай Республики Сергей Афонин. Тогда он был главой администрации города. Было непростое время, но работники библиотеки старались совершенствовать работу. И сейчас видно, что коллектив сохранил интерес к своему делу, отметил он. Конечно, если помещение имеет серый вид, нету какого-то, будем говорить, яркого, светлого, наверное, и нету, в общем-то, интереса сюда ходить. Это является важным элементом, поверьте мне, важным. И поэтому то, что вы настойчиво просили у города, ко мне приходили на прием, все мы вместе каким-то образом приложили свои определенные усилия и получилось то, что получилось. Успехов вам, всех земных благ. В библиотеке стало уютно и светло. В помещениях появилось современное оформление, установлена новая мебель. Изменения не остались незамеченными читателями. Нас здесь постоянно встречают, нас постоянно здесь устраивает очень интересное мероприятие. Мы здесь очень много познаем. Жизнь человека, она продолжается до тех пор, пока есть стремление к познанию. И вот нас встречает такой коллектив, и, конечно, хотелось, чтобы была более современная обстановка, чтобы хорошие стеллажи, чтобы книги любимые стояли достойно, на достойном месте. Ремонт не только был нужен, он был необходим, потому что так трудятся, как эти девочки, это вряд ли кто еще где трудится. И надо, чтобы они были в чистоте, надо, чтобы воздух был чистый, что мы сейчас видим замечательно. Поздравили соседей и члены писательской организации. Именно здесь мы находим единомышленников, которые радуются каждому нашему сборнику, каждой новой книге и продвигают творчество местных авторов. После поздравлений почетные гости разрезали символическую красную ленту и объявили обновленную библиотеку открытой. Затем читатели прошлись по кабинетам, пообщались в уютной обстановке, познакомились с новинками литературы. На минувших выходных прошел праздник, посвященный 65-летию села Маячный. Их участвовали в том числе официальные лица, сторожилы и первостроители. Организовали ряд творческих площадок и концертную программу. Обо всем этом в нашем репортаже. Село Маячный сегодня празднует свой юбилей 65 лет. Несмотря на серое небо, дождливую погоду, люди собрались на центральной площади села. Настроение у всех веселое. И все говорят, что праздник состоится в любую погоду. Очень много подворья, очень много интересных выставок. Сейчас пройдемся и посмотрим. Задолго до начала официальной части праздника на площади стали собираться маячинцы. Одни, чтобы заранее занять места у сцены, другие, чтобы посмотреть выставки и экспозиции. Увидеться с односельчанами и обменяться поздравлениями пришли и сторожилы села. Сколько лет вы живете в селе Маячный? 61. Поздравляю своей сельчаной с праздником 65-летиям. Желаю всего хорошего, здоровья, главное здоровья, здоровья и улыбка. Большим интересом у пришедших на праздник пользовалась Башкирская юрта. Ее убранство с элементами национального колорита подготовили сотрудники психоневрологического интерната. Кумертауский психоневрологический интернат тоже подготовился к 65-летию села Маячного. Со своим экспозитором мы сегодня выступили. Нам есть что показать и чем порадовать 65-летию нашего села. Организаторы мероприятия постарались, чтобы в этот день было весело сельчанам всех возрастов. Для самых маленьких были организованы игровые площадки. Сегодня очень веселый день, радостное настроение, очень много развлечений. Поздравляю всех с праздником села! История села началась в 1954 году с открытия в Маячном горного участка Кумертауского разреза. Этот момент интересно обыграли режиссеры-постановщики мероприятия. Я от души поздравляю свой поселок с 65-летием. Желаю процветания, всего самого хорошего, здоровья жителям. Я тоже поздравляю тех, кто живет в селе Маячном. Хорошо, что дороги начали делать нам. Потихоньку процветает. Счастья, здоровья всем, кто тут живет. С днем рождения, любимый поселок! Поздравить сельчан приехали высокие гости. Глава администрации городского округа Олег Фролов, депутаты Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Сергей Афонин и Хайдар Гайсин, исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников. Радуюсь, что в селе есть активные жители, молодежь, которые душой болеют за родное село. Я верю, что Маячный и дальше будет развиваться, жить крепкой и дружной семьей. Дорогие земляки, я сердечно поздравляю вас с праздником, желаю вам мирного неба над головой, крепкого здоровья, успехов. И пусть удача сопутствует во всех начинаниях. За многолетний добросовестный труд почетными грамотами городского округа были награждены лучшие работники предприятий и организации села Маячный. Медалями 100 лет Республики Башкортостан были награждены директор детского дома Светлана Ерофеева и заведующий онкологическим центром городской больницы Тагирьян Фатахов. Сегодня мне еще раз хотелось вас поздравить с этим замечательным юбилеем село Маячный, процветание, а вам здоровья и семейного благополучия. С праздником! Концертная программа радовала сельчан разнообразием и насыщенностью номеров. И даже погода решила не омрачать праздник. Над Маячным засияло солнце. Елена Камалова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это последнее сообщение в рамках программы «Итоги недели». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин